Всем еще раз доброе утро. Все мы знаем, что к нам постоянно в гости приходят интересные люди. И прямо сейчас у нас дизайнер и стилист Яна Гайдай. Доброе утро. Доброе утро. Яна, вот мы спрашиваем у всех творческих людей, тяжело ли им просыпаться по утрам. Очень. Очень тяжело. Для меня было очень тяжело сегодня проснуться так рано. Но мы сегодня совершили подвиг. Подвиг вообще просто. Несмотря на этот подвиг, выглядите вы замечательно, равно как и все то, что вы создаете. Давайте, возможно, мы, возможно, наши коллеги уже известны с вашим, скажем так, творчеством. В то время, как для некоторых наших телезрителей ваша деятельность пока остается неизвестной. Сейчас нужно приоткрыть завесу тайны. Итак, чем конкретно вы занимаетесь Яна? Я создаю вещи. Платье, женские образы. А вот в каком стиле примерно платье? Вообще, я, мне даже мой папа, когда я была маленькая, он всегда говорил, что девочка должна носить платье. Ни в коем случае не брюки, не джинсы, не спортивные штаны, а платье. Тогда мы прям девочки-девочки, женственный образ, и нас мужчины хотят носить на руках. Всю свою жизнь я очень любила носить платье. Обожаю шопинг. И с годами он не уменьшился вообще никак. А преувеличился. А вот вы не думали, что покупая вещи других брендов, вы как-то, знаете, увеличиваете, нет, увеличиваете копилку своего оппонента, своего... Так вот, и пришла идея создать собственный бренд, создавать платье, чтобы женщина была красивой, женственной, нежной. Опять-таки напомнить о том, кем мы являемся, женщинами, нежными созданиями. А вот сейчас, после того, как вы уже стали дизайнером, после того, как вы начали создавать произведения искусства, как изменился ваш шопинг? То есть вы теперь заходите в свою же комнату, покупаете у себя и выходите в другую, примеряете ли как? Нет, все-таки какие-то аксессуары, это обувь, ремни, очки остались такими же моими... Слабостями. Да, слабостями. Я хожу, брожу по магазинам, покупаю, заказываю по интернету, в страничке, в инстаграм. Все абсолютно хочется скупать-скупать. Но, тем не менее, именно вещи гардероба я, конечно, как говорите вы, заказываю себя в гардеробе и примеряю. Сколько примерно уходит времени, ну, чтобы сшить, например, платье? Человек часов даже может. Стандартное платье, да. Нет, стандартное платье, оно и крой, и сам пошив, день занимает, не больше. Всего лишь? То есть вам пришла в голову идея, вы можете сразу же сесть и себе, например, платье за один день взять и сшить? Нет, я сейчас сама не шью, я только рисую. Есть специальные люди, которые занимаются этим делом. Да, целая команда. А вот самое быстрое платье, ну, в кавычках, понятное дело, быстрое, вот пришла идея. Ну, самое быстрое платье, обмотаться куском ткани в стиле какого-нибудь индийского образа, сари. А был какой-то образ, на который вы потратили больше всего времени, больше всего усилий? Нет, конечно, есть платье, которое готовится к коллекции, да, то есть регулярно я создаю коллекции, осеннюю, весеннюю, придерживаясь мировых стандартов недель высокой моды. И, конечно, есть платья именно, которые подходят, ну, подхожу долго к нему, к пошиву, то есть есть сложность какая-то, может быть, где-то вышивка или где-то пышная юбка, которая тоже требует времени. Ну, в основном, все быстро, в порядке очередности. Вот такой вопрос. Вы сказали, что согласно мировым тенденциям, вы не думаете, что нужно вот отходить от этих тенденций? Почему? Потому что у нас немного иное мировоззрение, иной взгляд на жизнь. И, скажем так, не теряется ли индивидуальность любого дизайнера в том случае, если он течет вот в общем направлении? Ну, в любом случае, каждый дизайнер придерживается своего направления, я так думаю. Но придерживаться все-таки мировых стандартов, каких-то течений моды, я думаю, необходимо, просто чтобы не выпасть абсолютно из на данное время какого-то уровня моды или направления стилей. И не зацикливаться на себе, да, я так понимаю, чтобы расти профессионально. Вот у меня вопрос. Каким мировым тенденциям соответствуют эти цветы? А, это брошки. Броски цвета. Это брошки. Хорошо, можно одну, скажем так, взять? Да, можете взять. Я тоже вот так могу взять. Хорошо. Не слишком ли они большие? Нет, они не слишком большие, но даже если кого-то смущает, можно их здесь вот снизу обрезать самостоятельно. И вот они вот так вот на один ряд станут меньше. Но они, между прочим, очень такие. То есть вот так вот их можно. Хорошо. Как пришла вам идея вообще создания подобных брошек? Просто в моем представлении, в классическом понимании этого слова, брошка это вот что-то маленькое. Это брошка маленькая, а это брошь. Вот, есть трансляция. Вот у дизайнеров вот такие заморочки. На самом деле идея сейчас в ногу со временем мы бежим, бежим быстро. И у многих девушек, у прекрасного пола есть много платьев, обычных, базовых, то есть чтобы не тратить очень много средств на создание своего гардероба или внешнего образа на какую-то вечеринку. Я придумала так ровно, наверное, год назад вот эти брошки, которые придают женственность образу, которые можно приколоть, снять. И так, дешево и сердито получается, красивый измененный образ. А сколько времени примерно уходит на создание вот такой броши? На создание броши мало, 2-3 часа. Это ручная, это абсолютно ручная работа. Да совсем мало, подумаешь, 2-3 часа. 2-3 часа и отличная брошь просто. Это же не сложно. У нас 3 часа, это не злойно. Да, кстати, я так подумал, что можно крепить и к волосам, и за счет этого, скажем так, отправляться на... И к шляпке можно прикрепить. Почему нет? Ну вот, кстати, давайте сейчас поговорим, как сочетать их действительно. С каким платьем, например, можно сочетать такую брошь? Я думаю, что со всеми базовыми вещами, конечно, которые не обладают сами по себе цветочным каким-то принтом, можно абсолютно спокойно сочетать. Любую брошь, они есть в различных цветах, то есть палитра цветов разнообразная. Можно приколоть и идти, и вы готовы на выход. Я уверен, что даже если девушка любит ходить в спортивном костюме, если она приколит подобную брошь, то она сразу же станет намного женственнее. Ну, шутки шутками. Каким образом приходят вообще идеи? Вот я знаю, поэтому приходят идеи, как правило, ночью. Они сидят, дожидаются, пока на итее. Тоже ночью? Тоже? Да. Когда все домашние ложатся спать, у меня есть своя домогардеробная, где у меня больше всего разложено моих всяких штучек любимых. Я тоже туда прихожу, начинаю думать, мудрить, прикладывать кусочки ткани, рисовать какие-то эскизы, наброски. Это все происходит с 12 до 3 ночи. А вот сегодня ночью вам пришла какая-нибудь новая идея? Сегодня ночью? Или вы просто спали, чтобы вы спать? Нет, сегодня, правда, я вам скажу, я человек, как человек творческий, и моя профессия не как у вас, не связана с телевидением. Я обычно до часов 9 до 10 сплю, поэтому я сегодня спала. Ого! Ну, я вам могу сказать, что я вне эфира, скажем, тоже сплю часов до 12, поэтому это совершенно нормально. Вот мы о вашей деятельности поговорили, и, конечно, мы знаем, что вы еще у нас первоклассный стилист, поэтому вопрос следующий. Яна, что вы посоветуете девушкам, женщинам? Да, на весну, конечно же, мы заглядываем на будущее, весна через неделю уже. Что будет актуально этой весной? Что носить, что не носить? Что камильфо, что мовитон, соответственно? Какие цвета? С цветами нам в этом году больше повезло, чем в прошлом, я считаю. В этом году более популярны благородные оттенки, я думаю. Ну, не я думаю, это мировые стилисты создают тенденцию, мы им следуем. Мы их придумываем? Ну, как бы мы не придумываем мировые тенденции. Как вы представили, что я стилист, я уже просто им следую, исходя из интернета, из источников каких-то, из информационных источников. Что модно? Модно джинса в любом ее проявлении, то есть сейчас нет силуэта джинс зауженный, либо скинни, либо клеш, можно любые модели абсолютно. Также блузки, пиджаки, платья-футляры, все это, опять-таки, все подходят в этом году, именно тенденция женственный нежный образ. Как же тяжело быть женщиной. Конечно. А как вы посоветуете девушкам готовиться к весне, то есть уже сейчас закупать гардероб, или только будут появляться какие-то коллекции, на них смотрите только потом? Нет, я думаю, что вот сейчас уже как раз чуть-чуть тепло станет, и можно уже смело идти закупаться. Можно уже смело идти закупаться платьями у Яны Гайдай, которая сегодня у нас была в гостях. Кстати, Яна, у вас сейчас предоставляется слово, вы можете на всю страну, я не знаю, передать привет родным и близким. Как в поле чудес? Возможно, в этом роде, да. Подарки тоже не смело. Ну, подарки вы оставите нам, это вне эфира. Итак, слушаем. Куда смотреть? Смотрите в любую камеру. В любую камеру. Дорогие женщины, поздравляю вас с наступающим весенним праздником, будьте красивы, будьте любимы своими мужчинами, сыновьями, мужьями, отцами, будьте прекрасными, будьте счастливыми, радуйтесь солнышку. Я вам желаю огромного-огромного счастья, нежности и любви. Вы прекрасны. Вы прекрасны. Я напоминаю, что в гостях у нас была Яна Гайдай, вам большое спасибо за то, что пришли. Надеемся, что увидимся еще не раз. Взаимно. И обращаемся к нашим дорогим телезрителям. Утролайф продолжается, никуда не переключайтесь.